Добро пожаловать на канал Турфокс! С вами сегодня Лиза и Кирилл. Мы покажем вам один из дней путешествия в Прагу. В этом ролике мы прогуляемся по Прагскому Граду, Высшей Граду и много другим интересным местам. Танцующий дом, младенцы без лица. В общем, здесь довольно-таки много всего интересного, смотрите сами. Первым делом, когда приезжаешь в Прагу, то сразу же оказываешься на Старомецкой площади. Она особенно красива в Рождество. Но об этом в следующем ролике. А сейчас отправляемся к танцующему дому. Это бизнес-центр, на крыше которого находится бар и смотровая площадка. Подняться на нее можно заплатив 100 крон или приобрести напиток. Но все туристы собираются около танцующего дома ради другого, чтобы сделать яркую и необычную фотографию. Эти три металлические скульптуры возле музея Кампа означают протест против абортов. Именно поэтому вместо лиц у них штрих-коды. Раньше они стояли на телебашне, но потом ее стали из-за этого считать самую уродливой и в общем переместились сюда. А теперь считается, не знаю, видимо, чем-то очень хорошим, если ты потерешь младенцу попку. Поэтому они такие все сильно натертые. Но это стало достопримечательностью парка Кампа. Лично я так не считаю. Это ужасно грустно. В Праге просто огромное количество обзорных площадок. Одна из них находится в Вышеграде. Здесь же расположен готический собор святого Петра и Павла. Снаружи он выглядит величественно, а внутри стандартная католическая церковь. Сейчас ходили в церковь. Там были предыдущие кадры. Теперь смотрим на кладбище. На самом деле это очень красиво. Готика, кладбище. Это немножечко странно, но зато здесь всегда очень тихо, спокойно. Это не как в России. В России это навевает грусть, а здесь это навевает умиротворение. Ну да. Да, потому что все прибрано, аккуратно. И очень красиво. Да, многие проводят здесь фотосессии специальные. Некоторые приходят сюда отдохнуть, собраться с мыслями, почитать какие-то книги, либо просто проникнуться атмосферой и духом того времени. Кстати, мы снимали недавно Лучакайское кладбище. Это во Львове, в Украине. Оно очень красивое. И посмотрите, вы можете вот тут где-то наверху. Вот тут. Ну а сейчас мы вам покажем, что же можно посмотреть в Праге, в Вышеграде. Что здесь красивое в плане кладбище. Продолжение следует... Пока гуляли по Праге, случайно наткнулись на памятник Кавке. Точнее, его голове. Продолжение следует... Оооо, спасибо! Мы шли на Золотую улочку. Все, к сожалению, темно, показать ее мы толку не сможем, но мы нашли собор Святого Вита. Это очень красивое готическое здание, которое мы сейчас вам обязательно покажем. Самое удивительное, что здесь абсолютно подсвечиваются все главные достопримечательности города. И ночью они смотрятся еще круче, чем днем. Находятся, кстати, прямо как раз напротив президента Чехии. Да, вот тут, вот прям вот за нами сидит президент Чехии. Если вы видите, кто-то мажет в окошко, вы знаете, кто это. Да. 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 Пока мы добрались до золотой улочки, оказалось, что многие магазины уже были закрыты. И единственное, что нам оставалось, это просто по ней прогуляться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и, конечно же, путешествуйте.